Говорит Черкесск В студии с новостным блоком Ритонирова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах. В Донбайе будет построена и реконструирована сеть горнолыжных трасс общей протяженностью около 17,5 километров. В этом году запланировано благоустройство 66 территорий, 10 из которых общественные и 56 дворовые. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело о ухищении свыше 38 миллионов рублей. И армрестлеры республики показали отличные результаты на состоявшемся в Орле первенстве России. Далее подробности. На прошлой неделе делегация с участием заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова, заместителя полпреда президента страны в Северокавказском федеральном округе Владимира Надыкта, премьер-министра республики Мурата Аргунова и членов правительства региона осмотрела инвестиционную площадку по строительству новых объектов в Донбайе. Всего за счет инфраструктурного бюджетного кредита до конца этого года планируется построить и реконструировать сеть горнолыжных трасс общей протяженностью около 17,5 километров, в том числе новых полей одного километра и остальные реконструируемые. На сегодняшний день строительные работы на трассах практически завершены. Кроме того, в рамках инвестиционного проекта планируется строительство скоростной канатной дороги гондольного типа, апарт-отеля на 96 номеров и кафе-купол на 250 посадочных мест. Завершить работы планируется до конца следующего года. Компании «Кавказ-РФ» поручено подготовить мастер-план развития курорта Донбай. Такое решение принято во время приезда заместителя министра экономического развития страны в Крача-Чекесию Сергея Назарова. На сегодняшний день, в мой взгляд, достаточно неплохо развита вся горная часть, с учетом того, что перспектива и строятся дороги, соответственно, в этом году еще две канатные дороги будут. Да, наверное, можно модернизировать, добавляются трассы еще, тоже республика строит, дополнительно расширяет трассы, приводится. А вот с другим поселком, конечно, здесь большая проблема. Тоже мы обсуждали о том, что надо будет совместно сейчас сделать мастер-планирование, соответственно, нарисовать перспективу, потому что много, соответственно, есть объектов незавершенных, фактически треть объектов незавершенных от общего количества. Вся инфраструктура, дорожная, уличная, дорожная сеть, она достаточно хаотичная, потому что весь период этот постсоветский застроен был как попали. Поэтому сделать новый генплан, соответственно, сформировать общественное пространство, убрать то, что тут незаконно, и тогда вид, в общем-то, будет достаточно приличный. И дальше смотреть, как его развивать в едином архитектурном стиле, собственно, чтобы это было действительно привлекательно для туристов. И в продолжение этой темы. Заместитель министра экономического развития страны Сергей Назаров в рамках рабочего визита в наш регион провел встречу с представителями местного бизнеса. Среди перспективных отраслей экономики Карачаича Кейси Назаров назвал туризм, животноводство, выращивание и переработка овощей и фруктов. Отдельной темой для обсуждения стали приоритетные для республики инвестпроекты. И самый известный, который входит в перечень прорывных, это, конечно, курорт Архиз. Далее цитата. «Буквально несколько дней назад мы передали право владения Архизом частному инвестору. Продолжаем работать и над развитием в регионе технологичного агропрома. Поддерживаем развитие интенсивного садоводства, помогаем строить плода и зернохранилища. Ищем и анализируем новые перспективные ниши», рассказал генеральный директор Кавказа РФ Андрей Юмшанов. Спикеры встречи также отдельно ответили на вопросы гостей по ликвидации административных барьеров и существующих мерах поддержки. По итогам встречи с бизнесом Карачаичи КСИ, региональные и федеральные власти в связке с институтами развития, банками и предпринимателями сформируют портфель государственных мер и инструментов поддержки и подготовят предложения по дополнительным решениям. В этом году республиканская программа по обустройству мини-садово-интенсивного типа будет реализована на территориях личных подсобных хозяйств в трех районах Карачаичи КСИ. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Амзор Баташев. Создаем комиссию совместно с районами, выезжаем в личные подсобные хозяйства, которые хотят участвовать в данной программе. Предприятие, которое осуществляет закладку, приезжает вперед отбор земли, отбор воды, смотрим, огороженную территорию или нет. Чтобы было как минимум 10 соток, надо хотя бы, чтобы 11 было, потому что на 10 сотка считается закладка, чтобы возможность была обслуживать, чтобы была вода, чтобы было электричество. Параллельно смотрим документы, как оформлена правосуточность на землю. Прошу обратиться в администрацию района или, если нужно, к комиссию хозы Карачао-Черкесской республики, по адресу Кавказская, 19, обратиться в отдел рассчиневодства на один механизации за неделю. Карачао-Черкесия стала лучшим субъектом Северокавказского федерального округа в области лесных отношений. Такую оценку дал Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу на прошедшем итоговом совещании, посвященном эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений в ЮФО и СКФО. По словам министра природных ресурсов и экологии Карачао-Черкесии Дианы Качкаровой, в прошлом году объем незаконных вырубок лесных насаждений в регионе сократился в 4 раза. В целях подготовки к пожароопасному сезону в регионе прошла ревизия сил и средств пожаротушения, включенных в сводный план тушения лесных пожаров на территории республики. Информацию комментирует начальник обеспечения охраны, защиты леса и организации тушения лесных пожаров Министерства природных ресурсов и экологии Левира Джанибекова. Правительством Карачао-Черкесской республики принято постановление перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и в начале пожароопасного периода. В это постановление вошли такие населенные пункты, как поселок Архыз, поселок Пхия, поселок Донбай и город Тиберта. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии «Пожароопасный сезон» открыт с 3 марта 2023 года. В Министерстве природных ресурсов действует региональная диспетчерская служба, которая в оперативном режиме на базе спутниковой системы СДМ Рослесхоз отслеживает возникновение термоточек. В случае возникновения термоточки тут же осуществляется выезд на место возгорания и определяется причина возгорания. В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Карачао-Чекеси в текущем году запланировано благоустройство 66 территорий, 10 из которых общественные и 56 дворовые. В частности, ожидается масштабное обновление дворовых пространств. Так, больше всего дворов модернизируют в Черкесске 25 территорий. Будет также благоустроено 3 парка, 5 скверов, одна аллея и одна каскадная лестница на спуске в парк культуры и водыха «Зеленый остров», который относится к типу общественных пространств. Работы затронут 14 муниципальных образований республики. В прошлом году в регионе было облагорожено 63 территории, в том числе 13 общественных и 50 дворовых. Прокуратура республики направила уголовное дело о хищении свыше 38 миллионов рублей. Завершено расследование в отношении 15 участников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого, они обвиняются по статьям мошенничества и организации участия в преступном сообществе. Тему продолжит старший помощник прокурора Карачаев-Чикеси по взаимодействию со СМИ общественностью Елена Дармаграева. По версии следствия, с февраля 2015 по сентябрь 2022 года обвиняемые в составе преступного сообщества, действовавшего на территории Карачаева-Черкесии, подыскивали владельцев сертификатов материнского капитала, имеющих реальные намерения распоряжаться ими. Злоумышленники заключали с женщинами фиктивные сделки, связанные с приобретением жилья и получением суд. Затем в территориальные подразделения пенсионного фонда направлялись необходимые документы для получения социальных выплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов в итоге оставались без жилья. От действий обвиняемых пострадали более 40 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 28 миллионов рублей. Свою противоправную деятельность злоумышленники вели от имени кредитного потребительского кооператива. В настоящее время уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Следственными органами республики завершено расследование уголовного дела о халатности при реализации государственной программы по обеспечению жильем детей-сирот. Установлено, что в соответствии с федеральными и республиканскими законами в области социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году Министерству имущественных и земельных отношений Карачао-Чекеси было выделено около 85 миллионов рублей для обеспечения специализированными жилыми помещениями лиц указанной категории. Несмотря на имеющуюся возможность, жильем были обеспечены всего лишь 34 человека. Большая часть денежных средств была не освоена, а возвращена в бюджет. Следователями проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий. Признано потерпевшими 618 человек. Допрошенные свидетели произведены выемки документации, представляющие интерес для следствия. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения. Около 5000 школьников Карачао-Чикесии приняли участие во Всероссийской олимпиаде по предпринимательству и финграмотности. На образовательном портале учи.ру продолжается Всероссийская онлайн-олимпиада по предпринимательству и финансовой грамотности. Ребята могут закрепить и проверить знания, так необходимые в повседневной жизни, а после поделиться ими со своими друзьями и близкими. В прошлом году свои знания в ходе Олимпиады проверили около 9000 школьников Карачао-Чикесии. Согласно промежуточным результатам этого года, меньше чем за две недели, в ней уже приняли участие более 4700 детей. Музей боевой славы Центра образования номер 11 Черкеска стал партнером Московского музея Победы. Учреждение присоединилось к долгосрочной программе развития Школьной музея Победы. По словам руководителя детского центра Музея Победы Елены Слесаренко участникам программы предоставят площадку для выставки своих экспонатов в Москве, участия в конкурсах и фестивалях всероссийского уровня и так далее. Ну и в заключении выпуска новости спорта. АРМ-рестлеры Республики показали отличные результаты на состоявшемся в Орле первенстве России. Победителями стали Альберт Кенжев, Рустам Тимирлиев, Ранет Гаджаев, Ринат Токов, Алан Лайпанов и Мурат Айбазов. В общем зачете в четверку лучших также попали Алан Тимирлиев, Ансар Уртенов, Исмаил Казиев и Мухаммад Токов. В Елабуге Татарстана прошел Кубок России по борьбе на поясах среди мужчин и женщин, в котором приняли участие 250 спортсменов из 28 регионов страны. Наши спортсмены завоевали 8 медалей. В ходе упорных схваток победителями в своих весовых категориях стали Ислам Лайпанов, Алан Тикеев, Арсен Мусалаев, Расул Джанкиозов, Шамиль Баачиев, Азамат Ялибек, Татаркулов и Рустам Кубанов. Теперь нашим спортсменам предстоит участие в Кубке мира по борьбе на поясах, который пройдет в октябре текущего года в Екатеринбурге. Борцы карача-чекесии, греко-римского стиля Ислам Шанов и Беслан Кунижев завоевали серебро и бронзу первенства России. Оба спортсмена провели по 5 встреч и в 4-х одержали победу. По итогам турнира воспитанники спортивной школы номер 5 Черкеска вошли в состав юношеской сборной команды страны. Всего за победу в престижном турнире боролись более 500 спортсменов со всех уголков России. Теперь наших спортсменов ждут тренировочные мероприятия в составе национальной сборной и выступления на официальных стартах, запланированных теннерским составом Федерации спортивной борьбы России. Во Владимире прошло первенство России по вольной борьбе среди юношей 16-17 лет с проблемами слуха. Сборная карача-чекесии завоевала две медали различного достоинства. Арафат Мамедов в весе 110 килограммов стал обладателем золота. Хасану Ильязову досталось третье место. По итогам состязаний оба наших борца вошли в состав сборной команды России. Радио России Карачаево-Черкесия Погода По данным региональных синоптиков сегодня по Республике облачно, дождь и в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. В горах до плюс 5 сохраняется лавиноопасность. В Черкесске дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Столбик катерометра поднимется до 10 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.